Ремонт подъездов – главная на сегодня тема. В некоторых поселениях идет отставание. Глава района просил в срочном порядке активизировать эту работу. В сельском поселении Сафоновское прорвало дамбу. У нас прорвало дамбу. Я знаю. В рамках хозы. У меня просто ситуация такая может произойти с дамбой, которая в поселке Поповки. Я сегодня на малой кратерке районную чудал, вручение проведет все наши дамбы, все плотины. И, например, с того, чтобы они были в срочном порядке. Я могу сделать экспертизу, потому что там мы не обойдемся затоплением огородов. Там смоют Поповку. Глава района дал поручение провести инспекцию гидротехнических сооружений. Небольшие объемы воды. Это вполне реальная, в смысле, на уровне владельца работа по проверке, по подготовке, как и к паводковым периодам, и вообще. На прошлой неделе в деревне Григорово две девочки провалились в колодец. На месте работали спасатели. Оперативно достали подростков. Сейчас их здоровью ничего не угрожает. Под контролем пожароопасная обстановка. Пожарная обстановка общая по лесам, значит, нормальная. Также мы все отслеживаем. Патрулирование идет. Контроль осуществляется со стороны главного управления. По пожарам в жилом секторе, в жилом секторе 60 пожаров за прошедшую неделю. Погибших и пострадавших нет. Доклад закончился. На прошлой неделе криминальную обстановку в районе нельзя назвать спокойной. Прошедшая неделя отмечена совершением убийства. Раскрыто убийство по Быковской территории, а парень. Кроме этого, у нас по Холодову было причинение тяжкого вреда здоровью, тоже раскрыт человек задержан. Ножевое ранение. Кроме этого, был у нас грабеж также раскрыт, лицо задержано. 10 краш раскрыто, 7. Один факт изъятия наркотика героин в территории Холодова. Кроме этого, у нас 62 учетных ДТП, 3 человека погибло. Все трое погибших, это трасса МП «Урал». 6 человек пострадало. 253 человека привлечено к административной ответственности. Полностью сформирован состав общественной палаты Раменского муниципального района. Сегодня состоялось первое заседание. А в четверг футбольная команда «Сатурн» принимает на своем поле московский «Арарат». Алексей Гущин и Ольга Скрябина для программы «Городские вести».